С обезьяной за кружкой пива, стать шестой королевой Генриха Восьмого и юного эко-террориста. Привет, это Читай-город и Валерия. В этом видео мы поговорим о книжных новинках и новостях литературного мира. Начнем с новостей. Мама Константина Хабенского написала биографию сына. Как известно, Константин редко дает интервью и не комментирует возникающие многочисленные слухи, держит в секрете личную жизнь, а сосредоточиться предпочитает на главном – работе в театре, кино, а еще в благотворительном фонде, помогающем детям с онкологией. При этом новости вокруг народного артиста бурлят все время. 11 января Хабенскому исполнилось 50 лет, а накануне вышла его первая и пока единственная биография. Автор его – мама Татьяна Хабенская. В книге «Мой адмирал» собрана история о детстве и юности Хабенского, об учебе в театральном вузе, работах в театре и кино. Вопрос, что объединяет острые козырьки и очень странные дела? Стриминговый сервис Netflix рассказал о грядущей экранизации романа Энтони Дора «Весь невидимый нам свет». Напомню, что книгу, вышедшую в 2014 году, наградили Пулитцеровской премией. В грядущей экранизации будет 4 эпизода. На главной роли пригласили Хью Лори и Марка Руффало. Герой Руффало – Даниэль Леблан, сотрудник музея, который заботится о своей слепой дочери Марии. Лори сыграет страдающего посттравматическим расстройством Этьена Леблана, записывающего подпольные радиопередачи в поддержку сопротивления. А вот и ответ на вопрос. Адаптацией текста для сценария занимается сценарист «Острых козырьков» Стивен Найт. Продюсирует проект Шон Леви, который работал над очень странными делами. Дата начала съемок пока неизвестна. Новая книга японского писателя Харуки Мураками «От первого лица» появится в российских книжных в конце февраля. Это будет сборник из 8 автопиографичных рассказов. Читатели новой книги Мураками ждут истории о любви и одиночестве, поиске смысла жизни, выборе пути, а также, как всегда у автора, странные воспоминания. Например, разговор с обезьяной за кружкой пива. Отличная новость для поклонников волшебного мира Гарри Поттера. В Москве, в центральном детском магазине на Лубянке, открылся поп-ап-магазин франшизы о Гарри Поттере. Это первый в России и восточной Европе магазин для поклонников волшебного мира Джоан Роулинг. Поп-ап-пространство расположено на балконе второго этажа с видом на главный атриум. И здесь присутствует все, что необходимо фанатам вселенной «Мальчики, который выжил», причем как детям, так и взрослым. Стивен Кинг написал фэнтези-роман о путешествиях в другой мир. В сети появились первые подробности новой книги под названием «Сказка». «Fairytale» — это фэнтези-роман, который рассказывает о 17-летнем юноши Чарли. По сюжету он получит в наследство дом с порталом, ведущим в другой мир. Издатели книги также объявили дату ее выхода — 6 сентября 2022 года. Какие же новости без котиков? Кот Оси из музея Анны Ахматовой в фонтанном доме в Петербурге вышел на пенсию. Но вообще перед этим событием жизнь кота помотала, потому что в начале октября старший музейный кот Оси, которому около 16 лет, пропал. Оказалось, что неизвестная девушка забрала кота из арки, ведущей в сад фонтанного дома. Музей в соцсетях попросил вернуть Осю, что и случилось через несколько дней. В начале января из-за болезни Оси было принято решение, что ему будет лучше находиться в домашних условиях. Сейчас он живет в одной из сотрудниц музея. А теперь самое время поговорить о том, чем же мы с вами будем зачитываться ближайший месяц. Встречайте в эфире книжные новинки! Собор у моря Собор у моря – это захватывающий исторический роман, действие которого разворачивается в средневековой Барселоне, богатой и процветающей столице Каталонии. С этим городом навсегда соединилась полная взлетов и падений судьба главного героя Арнау Эстаньола, отец которого, беглый серф, оказался тут в поисках свободы, спасаясь от произвола своего хозяина. Жестокость средневековых нравов и беспредел знатии, костры инквизиции, бубонная чума, интриги и заговоры, войны, насилие, голод и кровь, обман и предательство, любовь и верность – все это на фоне строительства одного из самых прекрасных в мире храмов – Барселонского собора Святой Марии у моря, дарующий силу и сверху. Плененный принц Дэймон – воин, герой и законный наследник Акиловского престола, но однажды его сводный брат устраивает дворцовый переворот. Дэймона похищают, лишают имени и отправляют служить принцу вражеской нации в качестве раба. Прекрасный, смертоносный и коварный его новый хозяин, принц Лоран, олицетворяет всю порочную вирскую знать. Правда, в опасных политических играх Вира все не так просто, как кажется на первый взгляд. Когда Дэймон оказывается вовлечен в борьбу за престол, он вынужден работать с Лораном, чтобы выжить и спасти свою страну. Самое главное – никогда и ни за что не раскрывать свою истинную личность. Птичий город за облаками Впервые на русском новейший роман Энтони Дора, автора книги «Весь невидимый нам свет», о котором я говорила ранее. Как и этот международный бестселлер, Птичий город за облаками включен в шорт-лист национальной книжной премии США. Роман выстроен подобно матрешке или облачному атласу Дэвида Митчелла. Здесь хитроумно перекрещиваются жизни и судьбы Анны и Амира, прибывающих по разные стороны стены в осажденном турками Константинополе 1453 года, а также пожилого энтузиаста древнегреческой литературы Зино и юного экотеррориста Сеймура в современном Айдахе, а также Констанции, которая летит к далекой экзопланете на корабле Арго под управлением всезнающей Сивиллы. Все пятеро – мечтатели и аутсайдеры, не теряющие надежды даже посреди самого беспросветного, казалось бы, хаоса и отчаяния. Бесконечный кризис. Абсолютное издание. Вселенная DC погружается в хаос. Общество злодеев приступило к реализации своего тайного замысла. В красных небесах собирается армия акосов, магия умирает, а где-то в далеком космосе бушует война. Тем временем величайшая троица Земли – Супермен, Бэтмен и Чудо-женщина – не может преодолеть свои разногласия и сплотить союзников вокруг себя. Значит ли это, что зло победит? Или есть надежда на давно потерянных героев прошлого, которые долгие годы наблюдали за происходящим со стороны? А что, если у них свои планы на этот мир? Шестая жена. Роман о Екатерине Парр. После казни в феврале 1542 года любимой, но неверной жены Екатерины Говард, Генрих VIII обращает внимание на дважды овдовевшую Екатерину Парр, однако та влюблена в Томаса Сеймура, брата покойной королевы Джейн. Узнав о сопернике, король отправляет Сеймура за границу, и у Екатерины Парр не остается выбора, кроме как стать шестой королевой Генриха VIII. Она старается быть ему хорошей женой и с радостью занимается воспитанием его детей. Через четыре года после свадьбы Генрих умирает. Оставив трон Англии девятилетнему Эдуарду, марионетки в руках амбициозных придворных, и жизнь Екатерины круто меняется. В восторге от возможности выйти замуж за свою первую любовь, она не понимает, что Томас Сеймур теперь видит в ней лишь ступеньку к трону, а на самом деле его цель – дочь Генриха, 14-летняя Елизавета. Шестая жена, роман о Екатерине Парр – это последняя книга популярного автора и известного историка Элисон Уэйр, решившей создать драматическую серию, посвященную женам короля Генриха VIII. Стена тишины. Жизнь Мелиссы Байт кажется идеальной, настолько, насколько это возможно. Любящий муж, трое прекрасных детей и красивый дом в хорошем районе, но внешняя реальность обманчива. Однажды вечером Мелисса приходит домой, чтобы застать кошмарную картину. Ее муж лежит изрезанный на полу кухни, и их дети спокойно стоят вокруг него. С ужасом она понимает, что один из них виноват. Но кто и зачем им нападать на собственного отца? В мгновение ока она решает защитить своих детей любой ценой, даже если это означает лгать полиции. Но когда кто-то из соседей заявляет, что знает больше, чем должен, Мелисса понимает, что некоторые секреты находятся вне ее контроля. Сможет ли она узнать правду о том, что произошло до того, как распространились слухи? Поцелуй врага Львы и вороны живут по своим правилам. Их жизнь – это роскошные дома, бурные вечеринки и бесконечное удовольствие, а еще все то, о чем так мечтает Валерия. Для Кары Эмерсон это все недосягаемая мечта, ведь она даже не может оплатить себе жилье и обучение. Однако у девушки появляется надежда, когда вороны неожиданно предлагают ей вступить в их элитное общество и обещают оказать необходимую поддержку. Но есть необычные условия. Кары должна принять участие в неком соревновании и пройти испытание с романтическим партнером, которого назначат ей главы братств. Друзья, на сегодня все. Это были новости и новинки литературного мира за январь. Читай город и Валерия.